Понимаешь? Потому что я пытливо занимаюсь каждый день. Что нас ждет, Валентин Иванович? Начался 22-й год. Зрители с нетерпением смотрят разных докладчиков Хазина. Да, да, да. Так и будет. Что происходит? И мы должны создать ядро авангард такого объединяющего начала, который приведет все человечество к преображению. Мы должны не спорить, не заказывать чего-то такое, а понимать, как мы дополняем друг друга, каждый своим уникальным опытом. Потому что я пришел к пониманию, что человек – это не случайный прохожий. Человек, вообще человечество как таковое, является принципом проявления и создания реальности, экрана, это видимого, всех божественных качеств начала. То, что Иисус, наверное, сказал, «Я, Отец, одно». То есть все, что есть в этом начале, которое мы называем отцом, и Богом, кто есть в человеке. Мы являемся только принципом проявления этого качества конкретного. И мы дополняем друг друга. И каждый человек уникален в силу своей генетической, информационной, информационной преобразности. Ну все, брат, я, в общем, это все ясно понимаю и готов поделиться своим представлением с аудиторией, а также услышать соответствующие критики и замечания. Потому что любая конструктивная критика требует от меня, значит, нахождение более усиленной аргументации, или же изменение представления, если оно конструктивно. Что я также буду благодарен. Потому что упираться в своей правильности никогда нельзя. Нет предела совершенства. Да, Валентин Иванович, вы сказали, что вы просмотрели интервью с Рязановым, что он очень точно там все высказал. Ну, он обозначил тенденции правильности. Но я кое с чем там не согласен с ним. Но несогласие мое не просто отрицает, я ему хочу предложить модель объединяющую, модель объединяющую, математическую модель. Она четко выстраивается, она уже выстроена. Так же, как вот модель, которую открыл Менделеев, значит, элементов проявленного мира, на которых базируется, на принципах которой базируется вся современная физика, понимаешь? Да. Которая пришла потом уже к устройству понимания атомного ядра, к ядерной физике пришла, к квантовой физике, к физике элементарных частиц. Хотя это и есть определенное тоже, так сказать, моделирование. Но оно полезно. И сегодня, кстати, есть альтернативная теория, отвергающая планетарное строение атома. Ты слышал о теории троидального, так сказать, строения мироздания? Ну, конечно, докладывал об этом множество докладчиков. Да, да, Тимурбулатов. Тимурбулатов в том числе, конечно же. Вот. Понимаешь? Это о чем говорит? О том, что мы никогда не придем к какой-то универсальной, так сказать, модели. Но мы всегда должны создавать те управляющие модели, которые решают наши локальные задачи. И среди этих локальных задач, главная задача, это оценка состояния здоровья человека. Потому что проявление болезни, это проявление его невежества, непонимания причинности. И мы сегодня можем выстроить систему пополняющего и комплексного выздоровления человека. Вот. И прекращение дряхления, старения. Вот. Включив программу оболожения, даже, если нужно будет, понимаешь? Так что вот это главный вопрос, потому что критерием истины является практика. И вот эта практика, она и будет объединяющей для всего человечества. Потому что именно на практике человек сможет выверить все свои мутрительные, так сказать, духовные процессы. И научные это представление, и бытовые процессы. Трансформировать их в созидательном процессе. В конструктивном, в результативном процессе. Через принимание причинности и проведение, так называемого, покаяния. Покаяния. Исправление своего отношения, восприятия и действия. Да. Да, да. А мужчины могут покаяться перед женщинами? То, что многие столетия притесняли женщины и принижали истинные значения женщины? Ну, а куда мы делимся? Мы должны гармонично динамику наших отношений. Вы как философ, Валентин Иванович, можете поддержать мой тезис, что мужчины по всей планете принижали значимых женщин, и как следствие природы... Конечно, конечно, конечно. Но была определенная фаза развития, когда именно такая структура обеспечила устойчивость. А сегодня мы уже раскрепещены, мы все свободны. Мы должны правильно этой свободой распоряжаться. Понимаешь? Мы потом найдем возможность, как нам радоваться разнообразному качеству мужского и женского проявления. Как нам создать гармонию, многообразие. Так же, вот как пчелка, значит, цветка на цветок, так сказать, выходит, берет нектар, понимаешь, так же и мы должны быть такими, так сказать, накопителями радости. И растения благодарны, что пчелка пришла, опылила ее там, понимаешь, твитончик, опылился, да, и пользу для себя пчелка взяла нектар, вот, для общего дела, так сказать, копилки, накопления, для общего блага, понимаешь, коллектива. Ну, короче, природа нам все демонстрирует, нужно просто правильно ее. В этом смысле, значит, Ковальчук, Михаил Валентинович, он как раз природный принцип сейчас культивирует, он ждет меня навстречу, потому что в свое время, я уже, не знаю, рассказывал или нет тебе, значит, он выступал в политехническом музее, после проведения конференции, значит, в сознании человека была конференция такая, значит, серьезная в Академии наук, и там зал был полым, показывали по телевидению, люди стояли вдоль стен и могли сидеть, и на ступеньках сидели, понимаешь, чтобы докладчиков слушать, настолько актуально важный вопрос обсуждался, наконец, в Академии наук. И он потом, значит, выступал в политехническом заключительном собрании, и я попал туда случайно, и когда он наступал, он сказал, я был директором института кристаллографии, и вдруг, значит, меня приглашают в Кремль. В чем дело, я не понял, срочно оделся, там, соответственно, подготовился, приехал, Горбачев принимал Маргарет Петчер, она приехала, и меня с ней знакомят, она пожелала познакомиться с главным человеком, который изучает кристаллы. Я, говорит, был удивлен, она подошла ко мне, пожала мне руку, но приоритет, так сказать, знакомства и контакта зависит от женщины, и она позволила себя обнять меня, я был потрясен, и, говорит, вы знаете, значит, Михаил Валерий Ильич, я очень рада, а тогда было состояние такой душевности, теплоты, надежды, что у нас железный зал рухнул, и мы начнем сливаться, дружить, понимаешь, вот в этом, так сказать, новом качестве, значит, и она, сказала, я, говорит, в молодости занималась исследованием кристаллов, и вот я поняла только одно, когда мы поймем суть и сущность кристалла, мы поймем суть жизни, и он такой удивленный, я, говорит, до сих пор не понял, что она хотела сказать, тем самым, он выступил, открыто, он такой откровенный мужик, выражающий, так сказать, вот, я его поймал в куварах после выступления, и сказал, Михаил Владимирович, я вот инженер-физик, окончил МИФИ, мне открылся матрица универсального смысла вечности, божественная матрица, так сказать, понимаете, и я понял, какой кристалл мы с вами должны фундаментально изучать, он был так удивлен, но в то же время понял, что тут случайная встреча, я говорю, это кристалл любви, он был в шоке, и он что-то почувствовал, он говорит, Валентин Иванович, вы извините, я сейчас на фуршет тороплюсь, вы мне звоните, приезжайте в институт, а он тогда еще не был директором института Курчатова, а был руководителем отдела нано-био-инфо-когнитивных технологий, ты знаешь, да, у него такие проблемы, вот, но я должен к нему прийти, и сейчас вот после нашего, так сказать, сотрудничества с Александром Ивановичем, выработки новой математической модели, мы к нему придем, и народный социализм станет принципом, основой, трансформацией социально-экономических структур нашего общества, а потом всего человечества. Прекрасно, прекрасные слова, прекрасные допуски в Новый год, прекрасные постановки задач. Я тебе очень благодарен, ты такую мощную работу проводишь, я всегда отслеживал, так сказать, лишний раз, еще раз я тебе благодарен, и, значит, нам с тобой надо все-таки встречаться так иногда. Да-да, давайте готовим встречу с Рязановым, с Ковальчуком, если возьмете Ковальчуку меня, вообще хорошо было бы. Ну да, так пора нам выходить на уровень. Ковальчук, его брат, ты знаешь, миллиардер, да, Юрий Валитинович, больше дела, нет? Да, друзья Путину, говорят. Да, так он кошелек Путина. Зачем Путину иметь какие-то деньги, если у него есть друзья, которые управляют хорошими объемами, так сказать, ну, что там, зачем? Хорошо. Ну, кстати, Путин гениальный человек, он всех олигархов взял под контроль, заставляет их работать на государство, понимаешь ли? Но пока еще, так сказать, не все получается как надо. Наша задача помочь ему, значит, правильно сгармонизировать все. Причем, это будет не метод насилия, а это будет метод покаяния. И через понимание вот этой причинности человек, покаявшийся, он оздоравливается, он перестает болеть. А это главный процесс. Истинное богатство человека, от слова бог, богатство, это не имение материальных благ и денег, а умение иметь все, что тебе необходимо в тот момент, когда это надо. Вот наша задача создать такие социальные условия, чтобы человек мог всегда иметь это без каких-то особых усилий. И в то же время радоваться инновациям постижения божественной истины, потому что этот процесс бесконечен. Валентин Иванович, а как вам вот идея, что для того, чтобы по Ленину идея овладела массами, нужно, ну, придумала историю какую? Нужно, чтобы на политическом поле возникло огромное множество самовыдвиженцев, кандидатов в президенты, но под одной программой. И каждого выдвиженца выдвигает всего лишь 500 женщин. Таким образом, существует огромные населенных пунктов в стране, где может объединиться 500 женщин и создав условия, юридические условия для выдвижения самовыдвиженца. Ну, женщины объединились и говорят мужчинам, мы готовы поддержать самого смелого в регионе, кто готов не побояться и освободить нас от кредитно-финансового рабства. Я тебя услышал. Мы должны будем заняться этим процессом формирования создания вот этого призового, так сказать, который не будет подавляющим, оно будет просто реализативным, это самоосознание. И мы обязательно эту тему поднимем. Нет, здесь очень красиво, что как жар птицы собираются в светелке и ищут того богатыря, который спасет их от кредитно-финансового рабства, от того дракона, который прилетает и пожирает их детенышей. Ну, понятно, понятно, хорошо. Интересная мысль, интересная мысль. Давай, я просто пока этой темой активно не занимался, но в процессе я думаю, что мы всего спектра представлений коснемся и переосмыслим, так сказать, все. Хорошо, Александр Валентин Иванович. Все, еще раз большое спасибо. Значит, будем на связи. и какие-то мероприятия тебя приглашают, а ты постоянно на пульсе. Дай мне знать. Дай мне знать. Хорошо? Да, и с Рязановым будут новости, озванивайтесь, встречаемся и делаем записи. Я, правда, сейчас уже еду на встречу, меня занят сегодня, но в ближайшее время я с ним созвонюсь, напомню нашу встречу, ознакомлю его со своими позициями, чтобы было понятно, что он встречается не просто, так сказать, с пустым содержанием, чтобы было понятно, что ему это интересно. Потому что я, у меня книги все его есть, вот, я его отслеживаю давно, вот, и вижу его хорошую, значит, но философский план, вот этот вот, только ты раскрыл, вот эту метафизику, понимаешь, вот, кстати, я на философском, на физическом факультете, значит, на кафедре, там, метафизикой занимается, вот, Владимир, такой, но они меня так и не поняли, они меня так и не поняли, сейчас, к сожалению, все эти семинары прекратились, вот, жалко это все, но, тем не менее, мы... конечно, конечно, пандемия нас подтолкнула, просто, к осваиванию нового инструмента, да, да, интерактивный, так сказать, хорошо, брат, ну все, спасибо тебе большое, благодарю, благодарю, низкий поклон, Валентина Ивановна, все, пока, пока, здоровья, и чтобы всегда в моих номередиях божественная благодать присутствовала, желаю тебе, брат, всех благ, все, пока, пока.